Следующая группа это тени выносливые и почвопокровные. Это тоже супертопы. Сейчас, вот смотрите, барвинок. Вот хотите, скажу свою коммерческую тайну. Знаете, сколько я продала кизильника в 2019 году? 168 тысяч. Но мне не хватило. Но я больше не хочу. То есть я не буду больше наращивать его производство, потому что я должна вымывать остальные культуры. У меня есть площадки какой-то там контейнерные и так далее. Больше мне не надо. Ну, еще там запасец навесную оставила. Знаете, сколько я в том году в 2019 продала барвинка? 98 тысяч. Так, нехило. То есть это топ, приближающийся вообще. То есть я вам показываю культуры. Вот тоже, кто внимательно слушает, вы можете выстрелить. Вот понимаете, у вас может быть бомба, да, вам не надо искать, ошибаться, мучиться, выбрасывать. Вот, я вам готовый бизнес даю. Но барвинок, у него есть особенности при размножении. Может, там, Женя когда-нибудь сделает семинар по технологиям. Это надо все рассказывать, да. Барвинок, он не даст там столько оборотов, сколько котовник. Ну и так далее. Тут вот у меня девчонки тоже опять. Мои подопечные уже замучилась. Я с ними учила их черенковать этот барвинок. И говоришь, вот бери пазушную розетку. Нет, блин, они срежут какой-нибудь хвостик. Ничего не получается. Вот, после барвинка идет пахизандра. Кстати, это я вам назвала цифру барвинка, мне же его не хватило. Мы же в ноль продали. Пахизандра тоже объема продажи где-то порядка 50-60 тысяч. Это супертопа тоже тяжело черенкуется. Я вообще, честно признаться, стала немножко падать духом. У меня последние два года она хуже стала. Я, в общем, еще что-то я сделала не так, но пока не нашла. Следующая вольтштейне и дальше все остальное. Вот, дальше в эту группу почвопокровников я тоже выделяю очетки, потому что сегодня на них спрос, он тоже падал. Если вы потом посмотрите, вернетесь к моему графику, на них было падение спроса. Сегодня резкий идет подъем, потому что сегодня модно направление зеленой крыши. Я чуть-чуть про них скажу в конце. А вот, значит, сюда же в эту группу очетки. Ну, хоста тоже лидируют, но на нее вот такой вот выделили скачкообразный спрос. Что упало в продажах? Упали дорогие сортовые хосты. Хосты городского озеленения пока лидируют. Ну, и вот эта группа, как я ее назвала, теневыносливые покровные, это просто мое, как бы, такое вот деление. То есть я вам вот из всех, из всех вот этих вот перечня культур, а чтобы не перечислять все культуры, можете зайти на сайт и взять мой прайс. Это вот как раз базовая, мой ассортимент. И сколько чего, каких процентов. Да, здесь самый большой процент идет, падает на Барвинак, после него на Пахизандру и Вальштейню, то, о чем я вам говорила. Ну, и дальше пошли вот уже по не спадающей. Но ассортимент нужен, иначе к тебе в питомник никто не придет за двумя культурами. Тем более я нахожусь на расстоянии больше ста километров. Это от МК до 100, а кто откуда поедет. Вот, третья группа, я не знаю, думала-думала, как вам ее назвать. Ну, и назвала ее многолетники для цветников природного стиля. Ну, вот тут лидеры, конечно, Шалфей и Котовник. Это вот Оля, наверное, скажет, да, если бы не нужен был ассортимент Шараш, то Шалфей и Котовник. Но вот еще очень я рада, зашел в ассортимент хорошо. Вернулся тащилистник, всякие там эти дербенники, волжанки, манжетки и так далее. Значит, если вы видите, то первое место занимает Шалфей, второе место Котовник. Это, если посмотрите, да, на круг видно характерно. Это больше половины вот этой группы, больше половины, вот смотрите, культуры. Значит, а? Ахинацея есть, но я ее в другую группу кинула. Они на самом деле, вот эти, у меня же три группы, четыре группы, где я сейчас даю, но вы же в этой все презентации будете видеть. Их на Ацею есть обязательно. Вот. Ну, я просто как бы чисто формально, потому что многие из них, вот дербенник, он же может быть и теневыносливым, манжетка 100% теневыносливая и так далее. Это очень условно, но это вот как бы группа, которую я делю, как себе спланировать производство, да. Вот. И четвертая группа, это вот та группа, которая для городского изеленения и садовых центров. Конечно, неизменные лидеры продаж это лилейники. Город очень охотно их берет. Дальше в основе природного стиля идут еще ромашкоподобные цветы. Сюда относятся невяники, хиноцея, астромноголетняя, калимерис, гайларди, кориопсисы. Сюда же я отношу гехера, потому что ее и в город сажают такие сорта, как пэлос пурпул или кроваво-красные виды. Вот такие сажают. Но в основном это продукция садовых центров. Я так и назвала эту группу, многолетники для садовых центров, городских и ландшафтных объектов. А ландшафтники тоже любят гехеру использовать, но на частных объектах, не городских. Она такая вот получилась. У меня это разношерстная группа. И самый-самый жирный кусок пирога здесь уходит на стильбу. Вот это как бы универсальная культура. Ее можно разбить по всем любым другим группам. Она и прекрасное, как теневыносливое растение. Это может быть и для садов новой волны, и для чего угодно. Она довольно универсальная. И ее очень охотно берут в город. Вот лилейник их. А стильбу больше всего берут и седумы, да, больше всего берет городские заказы. Поэтому она продолжает занимать лидирующее место в нашем производстве. Причем в самых первых дней питомника. Сказать, чтобы на нее у нас был сильный рост, нет. То есть росло, росло, росло уровень производства. Ну, из-за того, что у нас было мало. Но сейчас мы достигли какого-то максимума 35-40 тысяч. И вот эта вот точка пока стоит несколько лет уже на одном месте. То есть я вижу, что мне, ну, бывает какой-то год мне и хватит немножко. Ну, совсем немножко. Но как бы вот это вот у меня нарисовалось стабильное положение. Да, вот стабильное. Вот мне нужно ее столько. Вот. Ну, и еще помимо вот этих вот по культурам и сортам, что еще хочу сказать. Когда началась вот эта вся перестройка, да, там. Ну, вообще, когда я начала своим бизнесом заниматься, у меня крышу снесло. Ах, столько сортов! Сейчас можно было привезти доступно. Я привезла 180 сортов флоксов. Я привезла 190 сортов лилейников и так далее. И тут поняла, что я для питомника. И я сломаюсь, потому что везти эти сорта архи сложно не допустить пересортиться. А потом, а у нас нету коллекционеров в стране. Вообще почти. Почти. Ландшафтники знают материал. Красненький, синенький, желтенький. Им пофигу, как это будет называться. Страус Федер или сестра Тереза. Им надо розовенький, красненький. И я тогда потихонечку распродала. Ну, во-первых, выбрала коэффициент размножения, устойчивый, зимостойкость, морозостойкость. Все-все-все это прошло. Выбрала у тех, у кого хороший коэффициент размножения и сформировала ассортимент по такому принципу. Например, лилейник низенький, средний, высокий. А цветовая гамма розовый, красненький, желтенький, оранжевый. Ну и так по всем культурам. По остильбе, да, высокая, низкая, средняя. Причем, имейте в виду, если вы будете работать с таким клиентом, как ландшафтный дизайнер, нужны или город, нужны, нужно упор делать на чистые цвета. Чистые. То есть, вот эти вот, это все, там, флокс, метельчатый, Наташа, полосатый. Это все для любителей. Если вы хотите запускать массовку, нужны чистые цвета. В лилейнике всегда есть довольно ярко выраженное горло, но, тем не менее, старайтесь без полосочек, без этих вот всяких там крапушек и так далее, потому что они формируют. Даже вот сейчас я работаю с очень крупной фирмой, очень архитектурной, которая будет гигантский цветник делать на ВДНХ. Я уже с ними четвертый сезон работаю. Они вот там на большевичке делали какую-то там чуть ли не три гектара клумбу. Вот парк Горького мы с ними делали. Там просто с меня шкуру снимают, да, идеальный цвет, идеальный, потому что они сегодня цветовые колеры вот эти вот выкладывают. Поэтому это очень важно, чистые цвета, и не гоняйтесь за экзотикой, за бахромкой, за всякими там крапинками, веснушечками и так далее. И для ассортимента вот вполне достаточно вот такой подход. Красненькая, синенькая, желтенькая, высокая, средняя, низкая. Вот этого вполне достаточно. Вот, дальше. Ну и вот я хотела по ассортименту, я более-менее все прошлась. И это вот я до безумия хочу, чтобы мне вот завтра же наступали все на пятки. Я уже по один проект вам озвучила свой. Это «Голый корень цветов», да, я к нему буду идти. Он оказался непростой, и я за один год его не освою. У меня иллюзии растаяли. Я думала, я такая умная, я вот прям все за год сделаю. Нифига, сейчас море всего возникло. А вот, я уже как бы расписала себе на два года программу, но я ее все равно раскушу, закушу и запущу. Вот, и второй проект, к которому я уже иду два года. Сегодня это набирает такие сумасшедшие направления, такое сумасшедшее движение зеленой крыши. А в Европе там просто вообще уже как бы чуть ли не... По-моему, у них какой-то в Бельгии закон даже есть, что вот какие-то там гаражи, какие-то технические здания только зелеными крышами. Я выезжала в питомники, изучала этот вопрос. Мне даже один питомник, мой поклонник подарил, мне всю технологию просто подарил. Я к ней иду, я уже много чего купила для этого. Я имею в виду маты, там машина по разбрасыванию и так далее. Это не, конечно, это не мои снимки. Вот это еще очень новое направление. У нас его вообще нет в стране. И я до безумия хочу его освоить. Это, видите, да, как рулонный газон. Ну, просто я уговариваю вас. Давайте бизнесом многолетних заниматься я переключусь хоть на это. Я в этом году, надеюсь, я что-то сделаю хоть немножко. Я вообще уже делала чуть-чуть. Сейчас покажу, что... Вот, и это очень становится востребованным, потому что там уже раньше поняли, это не эксплуатируемые зеленые кровли, да, вот такой материал, что это и теплоизоляция, и микроклимат, и поглощение пыли, и поглощение лишних атмосферных осадков, и правильное отведение воды в городских условиях. Я думаю, что это будет набирать обороты. И второй вариант – это тоже для нерегулируемых, неэксплуатируемых крыш. Это вот в таких, если их можно назвать, мультиплат. Тут больше, шире ассортимент. Какие-то цветущие многолетники выращиваются, да, ты достаешь. Тут здесь вот устроена там эта отдельная тема, я не буду рассказывать. Там устройство такой платы, которое держит эту воду, вовремя лишнюю отводит, и так далее. Это реально для неэксплуатируемых кровель. Вот, и подбираются многолетники, которые отцветают, и там целая смесь. И как бы, да, я уже выстроила тоже, какие они могут быть. И вот во Франции очень много вот таких вот моментов. Они и у нас уже появляются. На смену газонных покрытий приходят посадки из устойчивых многолетников. Вы, наверное, встречались, очень много многолетних используют сейчас на откосы. Их тяжело обслуживать, эксплуатировать, да. То есть они затягивают, заплетают. Это очень много, я уже от своих клиентов слышу, когда они стелят вместо газонов, какие-то вот, ну, сами создают типа рулонов. И вот во Франции море вот таких вот. Это просто вот какая-то площадка около магазина. Раз, и вставочка вот из того, что я вам показала, да. Цветущая. А здесь, видите, сделана ясколка Биберштейна. Она всегда будет вам давать серебристый листочек. Виола вставлена, там может быть гвоздичка и так далее. Это вот как бы ближайшее будущее. Вот. Но. Женя, у меня же есть еще время, да? Жень, у меня есть еще время? Я же ведь от них не отстану. У меня еще есть что сказать. Нет, тогда не стоит. Я хотела поговорить про себестоимость и маржиналность проекта. Десять минут не уложусь. Давайте только о маржинальности. Ну, как без себестоимости. Я провокаю за дядю Васильевну верить на слово. Это как почеловечески. Так, блин, у меня такая короткая презентация. У нас сегодня очень много дополнительных вопросов. В любом случае, жгите. Ой, буду говорить, наверное, стараться с разговоркой. Ребят, значит, смотрите, когда вы собираетесь, я просто себе вот какие-то вопросики бизнесом заниматься, два пути. Экстенсивный и интенсивный. Чем опасен экстенсивный путь? Потому что вы все с него начинаете, я в том числе, да, если у нас нету продажи. Вот у вас пошел бизнес, да, пошел, 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 пошел. То есть вы стали производить продукции на 100 рублей. Дальше у вас идут хорошо дела, вы уже произвели 120. Дальше еще у вас хорошо, вы уже произвели 140. 140. И вдруг вы замечаете, что когда вы 100 производили рублей, у вас деньги были, вам было чем платить. Когда стали 140, насколько увеличили. А денег нет. Почему? Потому что в экстенсивном пути нужно проскочить вот эту пропасть. Что это? То есть вы начинаете наращивать людские ресурсы, да, вот эти затраты, затраты, оно имеет место быть экстенсивным. Но нужно сначала, прежде чем пойти по этому пути, рассчитать ширину пропасти, которую надо перепрыгнуть. И вдруг, если вы уцелели, вы дожили и стали производить 180 рублей, вдруг вы уже поняли, что вам уже опять стало выгодно, и вы стали маржинальный проект. То есть вам нужно убрать вот этот коридор. Либо сделать скачок сюда, для этого нужно рассчитать ширину пропасти. Первый момент. Самый безопасный путь, это интенсивный путь развития. То есть когда то, что я вам показывала, то, что я делаю у себя в питомнике, это механизация, автоматизация процесса. Вы вот этих ошибок и этой пропасти вы не будете иметь. И как бы это вот просто я какие-то сейчас просто моменты скажу. Теперь обязательно-обязательно постарайтесь рассчитать себестоимость продукции, потому что я вот с Лешей все время спорю. Ты вот слушай меня внимательно. У него черенок рубль стоит. Вот я его задушить за это готова. Рубль 56 у него черенок стоит. Знаете, как это самое, как многие из них считают себестоимость? Давайте я вам сейчас скажу. Смотрите, можно новомодным способом все свои затраты там свалить в кучу, потом посчитать эти, как они называются, основные средства, там, содержание, аппарат, налоги и так далее, да, там, все прочее. То есть он за рубль произведет черенок, а вот чего-то вот миллиона у него никак нету, не упало с неба, да, Леша? Не упало, а черенок рубль всего стоит, а он его мне продал за 20 рублей. А где его миллион этот, елыб? За 28. А нету, сейчас объясню почему. Смотрите, но на самом деле вы можете меня не слушать, да, на самом деле можете не слушать, почему я просто вам делюсь своей крестьянской вот этой вот смекалкой, да, я же там это не супер модно, не супер ново. Значит, смотрите, я сначала делаю, я сначала выделяю, вот если вы целом по питомнику посчитаете, то вы не заметите, какая вам культура выгодная, которая невыгодная. То есть, как вот я вам делила на эти группы, да, и я как бы разделила по группам и детализированно выделку сделала по этим позициям, я понимаю, это выгодно, это невыгодно. А в целом по больнице один, или там в целом по стране, один курицу съел, другой полкурицы, а в целом каждому по полкурицы, да, в смысле, а второй ничего не съел. Вот, вот это вот как бы оно меньше работает, поэтому я детализированно высчитываю. Значит, первое, что мы делаем, описываем все операции. Допустим, мы с вами пошли черенковать, да, я описываю. Как знаете, у меня внук маленький был, он не выговаривал слово калькулятор, нет, калькулятор, он говорил, бабушка, куркулятор, вот, вот этот куркулятор, у меня все время сидит в башке. Очень советую, вот, хронометраж на любом этапе делать до посинения. Я уже так привыкла, что я его вообще с ним не расстаюсь. Первое, что вы сделали, да, вам нужно черенковать. Ну, не буду касаться, что маточник надо заложить, но я любой, в любой проект закладываю любые основные средства, я никогда не делю их на год, два или три окупаемости. Я беру только то, что я за год окупаю. Просто у меня нет времени, я бы вам все рассказала. Пошли черенки. Первое. Как считают черенок? Вот он нарезал столько черенков. Нифига. Пошел человек, ему нужно дойти до маточника. Сколько он шел? Пять минут до маточника. Ну, я образно. Пять минут. Сколько его стоит одна минута? Стоит 10 рублей. Ну, я тоже образно. Дальше. Он резал, сколько резал черенков? Тридцать минут, да, или час. Один час. Сколько его час стоит? 200 рублей. Дальше. Что он с этими черенками, с этими, ну, с хлыстами нарезкой? Он сидел целый день, резал их. Сколько он потратил? Там, шесть часов. Шесть часов. Сколько час его стоит? 200 рублей. Дальше. Дальше. Он набили кассету, да. Сейчас я к кассете вернусь. Дальше он начал высаживать в кассете. Сколько он высадил? Ну, у меня норма. А, значит, у меня человек один должен сделать в день от вот этого первого момента прохода к маточнику до установки в теплицу, делает от двух до двух с половиной тысяч на одного человека. Это если в мультиплатах. Вот. Дальше, дальше. Это там резка черенков. Дальше. Посадка. Посадка в кассете. В кассете вот того, чего он нарезал. Два часа. Еще 200 рублей. Так. Дальше. Эти кассеты он что должен сделать? Он должен полить. Полить перед тем, как он поставит в теплицу. Полив. Сколько он на это потратил? 15 минут или 20. Ну, пусть. Там. Еще умноженное на 10 рублей, да, минута. Я образно, да, вы на цифры не смотрите. Дальше. Дальше эти кассеты нужно поставить в теплицу. Как мне нужно поставить? Я подгоняю трактор. Он устанавливает на трактор, на телеги, и они везут в эту теплицу. Значит, у меня уже тракторист задействован. У меня уже два человека часа от тракториста на это ушло. Он помогает грузить. Плюс два человека часа, еще четыре человека, которые расставляли. И умноженное все на 200 рублей, да, в час. Вот еще что у меня добавилось. Поставили кассеты. Все. Голые черенки. Без ничего. Вот считаем. Может быть здесь рубль? Не может. Это забыли. Дальше. Как многие из вас считают тару? О, горшок там. Кассета. Оль, сколько сейчас кассета стоит? Ну, в среднем 25 рублей. 25 рублей на 145, да? Сколько стоит одно посадочное место? Она дороже. Она около 30. Она около 40 стоит. Сколько стоит посадочное место? 144 на 3 это будет, ну, пусть... 3 рубля, да? Вот многие как посчитали, да, посадочное место? 3 рубля. Все, и заложили, да, в себе стоимость. 3 рубля. Какие проблемы? 3 рубля. Вот. Но сюда еще эту кассету, она ж не с неба свалилась. Ее привезли. Вас люди разгрузили. Сколько на это? То есть можете представить, я вот любой процесс, а потом у меня это западает, и я это делаю один раз. И больше не делаю. Плюс кассету разгрузили. Еще 5 копеек добавилось. Ну, они же у вас не за бесплатно работали. Дальше. Подали и в набивку. Сколько набивали? Или у вас машина, или это вручную набивали. Еще 7 копеек добавилось. Поэтому я никогда посадочное место не посчитаю тремя рублями. И когда вы говорите, что у меня вот там черенок рубль, да никак он не может стоить рубль. Вот. Дальше, если вы будете в целом делать проект предприятия, вы вот вроде уже учли эти все затраты. Вы можете это как бы уже не реагировать и уже другую. Но вы всегда будете знать, что вот эта продукция стоила именно столько. И мне вот как бы всегда удивляют, когда у них там укорененный черенок получается 3 рубля. Фигня. Я смело могу вам сказать, при хорошей технологии ниже 7 рублей он не получится. Это будете на коне, если будет 7 рублей. А нам все время рассказывают. Вот. Еще такой момент, который вам, наверное, поможет. Немножко, знаете, коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Их много коэффициентов. Но я вот очень люблю коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Вот этот коэффициент, это все очень просто. Это ваша выручка, деленная на оборотные ваши средства. Так вот, когда вы будете видеть, что этот коэффициент у вас хотя бы приближается к трюм, вы можете уже понимать, что у вас освободились оборотные средства. Вы можете купить теплицу, построить и так далее. Кто вам тормозит вот этот вот коэффициент оборачиваемости? Ну, там много факторов. Но это очень важно. И там есть коэффициент оборачиваемости дебиторской должности, кредиторской. Но я вот очень люблю смотреть на этот коэффициент. Потому что есть, во-первых, способы его увеличивать. То есть, если этот коэффициент начал падать ниже единицы, ребята, караул, вы предприятие не разовьете, и вам нужно брать кредит на пополнение оборотных средств. То есть, иногда кажется, что вот, у меня вроде все неплохо, вот и товар стоит, и кучу всего отгрузил. А сегодня на рынок выходит очень много сильных фирм, которые, вот это любят это слово, ДДС, движение денежных средств. Когда приходят и говорят, видят, что ему деваться некуда. Там, чувак, ты мне отгрузи сегодня, а я тебе в мае заплачу. Вот это фирму сажает. Вообще капитально. Просто капитально сажает. Вот, и поэтому, конечно, думайте и рассчитывайте. Сразу вводите второй коэффициент оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности. И посмотрите, на сколько вы можете дать. На 30 дней, на 40. То есть, посмотрите свою прочность. А так вы никогда не разовьетесь. Вот такой, как бы, момент еще. Еще что хотела сказать. Еще соотношение склада и продукции. То есть, здесь тоже, когда фирма говорит, что я все продал, я такой крутой. Ну, в общем, это все фигня. Значит, мне его жалко. И, значит, вот совсем плохие дела. То есть, можете тоже вывести такую кривую. Если вы хотите продать на 100 рублей, значит, у вас должно на складе стоять товар как минимум на 300. Да, соотношение 1 к 3. Когда мне говорят, ой, я все продал, площадка пустая. Ну, ребята, ну это нонсенс, да. Я, значит, буду видеть, что он будет тонуть или каким-то образом будет выплывать. И последнее, что я скажу. Как бы, да, много чего хотела рассказывать. Ну, это, наверное, отдельная тема планирования бизнеса и технологии и так далее. Но еще хотите, вот это я могу поделиться своим советом. Мне бывает очень жалко коллег, которые как бы не с управлением очень-очень буксуют. Не знаю, меня очень сильно выручает планирование каждый день. На каждый день. Нет, у меня есть план там в целом, да. Но мои, как бы, ключевые сотрудники, они планируют... У нас это называется наряд. По-старинке, по-советски наряд дается на работы каждый вечер. Каждый. Среди специалистов, а утром выдается уже рабочим. Почему это важно? Все собираются в службу. И как бы каждый обозначает, что он будет делать. И вот под эту работу берут людей. То есть, там, говорит инженер, что ему нужно добавить двух человек, потому что у него порвалась пленка. Я говорю, хорошо, мы тебе добавляем двух человек. Дальше что? Ну, да, два человека починят пленку. То есть, я рада, что я научила людей считать. Я говорю, сколько времени они будут чинить пленку? Ну, я так думаю, три часа. Я говорю, хорошо, а почему ты их берешь на целый день? Ну, они потом придут и спросят, что делать. Сообрази в тот момент, чем его занять. Он закончил, он прошел полчаса, пока он нашел тебя, он сколько времени потерял. И поэтому вот такое планирование жесткое. Я не могу сказать, что я вот прям вот людей там прессую так и отжимаю. Ну, отжимаю от людей полностью отдачу, но планирую день так, чтобы не прессом я их спрессовала, а дать тяжелую, в перемешку легкую и так далее, чтобы... То есть, я стараюсь организовать место рабочее, да, если это черенкование, человек в напряжении сидит, чтобы он сидел на удобном стуле, чтобы он сидел за удобным столом, чтобы он был расслаблен, и тогда у него будет сумасшедшая производительность и так далее. И вот эти вот моменты, то есть, я научила сотрудников, когда они могут по минутам распределить свой весь день, каждого сотрудника. То есть, если он его взял, то в течение дня это считается наказанием, что сотрудник вот полдня не знает, что делать, да, то есть рассчитать. И выход трактора, он не должен туда-сюда ездить, сколько гектар он берет, то есть вот это все. Кроме того, важно, что у меня на таком наряде или совещании всегда присутствуют менеджеры, потому что они в курсе, какие ведутся работы на площадках, они знают, в каком последовательности пойдет полив или химобработка, они в зависимости от этого запускают отборку заказа, чтобы люди не терялись, не ждали, они грамотно запускают вот этот момент. Он очень важен и сэкономит вам кучу денег, времени и задаст такое вот интенсивное производство. Поэтому у меня тут как-то один сотрудник приехал, агроном устраиваться, через два дня сказал мне, я не смогу, я говорю, чего случилось, что не подошло. Так, говорит, у меня голова закружилась, я, говорит, сознание теряю, как у вас тут все их челноками-то сбегают. Вот, ну это работает, поэтому как бы хотите денег заработать. В итоге я очень горжусь, что если мы зарабатываем, мы никогда не обижаем людей, у нас очень достойные зарплаты, и я хочу, чтобы мои люди хорошо работают тогда, когда они достойно зарабатывают. То есть заработная плата должна быть достойная, не нищенская, даже те узбеки, которые у меня работают, не думайте, что они стоят копейки, у меня дорогие узбеки, потому что они того стоят. Ну, примерно вот все, что я вам хотела сказать.